Первый номер чешской сборной. В образе легендарного сыщика. Короткая у него получилась не идеальной, но она запомнилась, что, согласитесь, немаловажно. Четвертая сальто. Здорово. Двойной тулуп. Очень неплохо. Начинает с вполне серьезного каскада, Михаил. Аксель 3,5 тоже, наверное, на небольшой плюс. Может быть, даже и на большой, но на плюс 1 так точно должны поставить. Готовся, готовся, сделал еще один четверной. Два четверных прыжка в произвольной программе у Микла Бжезина. Но только теперь главное, чтобы хватило сил спортсмену на оставшуюся часть. Впереди еще большая часть программы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, знаете, это было очень достойно. Миха Бжезина, да, как я и предполагал, ему чуть-чуть не хватило свежести на концовку программы, но, тем не менее, это однозначно абсолютно лучший прокат сегодняшнего дня. И с таким прокатом Миха Бжезина, имея после короткой программы 71 балл, 71 сотую, должен претендовать, если не на тройку сильнейших, то на четверку. Есть Патрик Чен, есть Набуна Риода, есть Юдзуру Ханью, есть, впрочем, и Джереми Эббот. Если кто-то из них ошибется, то, безусловно, Бжезина постарается занять его место. Во всяком случае, у меня лично никаких сомнений, что он проходит тех, кто катался перед ним. Но и учитывая, что у него было еще, плюс ко всему, небольшое превосходство по баллам перед тем, кто катался до него, Бжезина, разумеется, выходит в лидер. Ну, конечно. Конечно, вот этот вот заключительный каскад, двойной сальхов, одинарный тулуп, это ни в какие ворота. И это тот элемент, за который Михаил Бжезина не доберет этак, наверное, баллов 10. Ну, и, соответственно, чуть-чуть сбавит арбитры и за компоненты, за вот это не самое лучшее выступление в концовке. Но, тем не менее, Бжезина показала... Ага, еще был двойной ридер, тоже немаловажный факт. Но, в целом, начало хорошее. Вращение у него традиционно высокого уровня. Но, в целом, Бжезина, конечно, молодец. Для того, чтобы остаться выше Джошуа Фарриса, ему нужно набирать 145 баллов. Наберет, скорее всего, хотя вот такие не самые впечатляющие элементы во второй части программы. Они могут подпортить слегка впечатление. Не впечатление, а оценку, скорее, впечатление уже сложилось. Тем не менее, Михаил Бжезина должен, на мой взгляд, все-таки выйти на первое место. Вот, как ни крути, у него вот два четверных прыжка. Вот он первый в каскаде с двойным тулупом. Неплохо в целом, но не идеально. И вот он второй четверной с Ольхов. Этот значительно лучше. Это на хороший плюс. Плюс один, плюс два должны арбитры ставить за этот прыжок. Да, да, 218 и 32 сотые, это больше, чем у Фарриса, но, кстати, произвольно он Фаррису какие-то крохи на уступе. Канадцы встречают. Канадцы встречают.